Игромания представляет А мы пока продолжим Одна из главных интриг выставки Будет ли Майкрософт, по примеру Сони Внедрять VR-устройство на своей консоли Поддержкой Oculus они заручились давно Но дальше слов дела пока толком не шло Давно поговаривают о том, что в следующем году Компания выпустит улучшенную версию Xbox One Известную как Xbox Scorpion Она якобы аж в 4 раза мощнее И сходу будет работать с Oculus Rift Если это правда, то корпорация едва ли станет тянуть И покажет систему на этой E3 Там же может прозвучать и анонс уменьшенной версии Xbox One С улучшенной системой охлаждения И увеличенным жестким диском Касательно будущих игр слуха входит не меньше Почти все плоды трудов одного из пользователей Reddit Утверждающего, что он сумел пролезть на сервер Microsoft И утянуть оттуда планы на пресс-конференцию Если верить его словам, на выставке наконец-то анонсируют новую часть Battletoads Есть сведения и насчет Sea of Thieves Новый мультиплеер на игре от Rare Проект анонсировали в прошлом году Похоже, разработчики готовят свою Destiny в мультяшных пиратских декорациях Ходили слухи даже о межплатформенной игре Удечка насчет анонса Forza Horizon 3 кажется достойной доверия Слухи утверждают, что колесить предстоит по Австралии Кстати, Microsoft уже анонсировала отдельное мероприятие, посвященное Forza Интригуют и новости об анонсе многопользовательской игры про зомби Новая часть Dead Rising? Или State of Decay? Есть шанс, что покажут нечто связанное с Age of Empires Если оно не браузерное и не онлайновое, мы будем очень рады В демонстрации Halo Wars 2 сомневаться уже не приходится В сети даже постер появился А еще в октябре выходит Gears of War 4 и конференцию она обязательно посетит Scalebound анонсирована два года назад, а ясно насчет нее не так много Рекорд от Кензии на Фуны и вовсе сплошная загадка Как, впрочем, и Ion от Дина Холла, создателя DayZ А ведь в этом году должна появиться Crackdown 3 со своими взрывающимися небоскребами И, конечно же, Microsoft уже пообещала совсем новые анонсы Что это будет, можно только гадать Презентации Nintendo всегда были куда тише шоу конкурентов И этот год исключением не станет Так свою новую консоль, известную как Nintendo NX, компания не привезет Заявление официальное Точно будет свежая The Legend of Zelda Сведений о новых приключениях нового Линка ждут уже много лет К слову, хотя Зельду анонсировали и для Nintendo NX Показывать будут версию для Wii U Любителей садоводства и огородничества должен порадовать показ Harvest Moon Sky Tree Village для Nintendo 3DS Pokemon Sun and Moon тоже ожидается, но тут многого не скажешь Если покемонов вы любите, то и так все прекрасно знаете В остальном от Nintendo не стоит ждать крупных анонсов Многие желают увидеть новую большую игру по вселенной Метроид Кое-кто верит, что компания анонсирует нечто крупное про Марио Но все же этот год для Nintendo год Зельды и подготовки к выходу NX Уже и время назначено Март 2017 Очевидные вещи вроде показа новой Call of Duty, Deus Ex Mankind Divided или уже разбежавшегося по сети Injustice 2 мы опустим Лучше расскажем про то, что вы могли упустить CD Projekt Red предпочла напустить побольше тумана Глава студии Марчин Ивинский официально заявил, что Cyberpunk 2077 на выставке не появится А вот что-то другое студия вполне может показать Вот только что? Отдельно от основной игры Gwent? Или все-таки что-то совершенно новое? Видел, как я все разыграл? Смотри, не проси Кроме того, пару месяцев назад стало известно, что Techland разрабатывают две крупные игры Суммарный бюджет которых достигает 77 миллионов долларов Одна из них порадует нас ролевыми элементами, открытым миром и фэнтезийным окружением А вот о второй неизвестно ничего Но мы почти уверены, что это продолжение Dying Light Есть новости о Dead Island 2 На днях страница игры исчезла из сервиса Steam, что породило волну слухов об отмене проекта Однако Deep Silver слухи опровергла Игра жива и разрабатывается студией Sumo Digital Но Deep Silver готовит и некий сюрприз Издательство пообещало анонсировать на выставке крупный проект И многие сходятся во мнении, что им станет новая часть Metro 2033 Но подтверждений тому пока нет А вот с другим важным анонсом Deep Silver тянуть не стал И еще до выставки представила Agents of Mayhem Новую игру Volition по вселенной Saints Row Издательство Nordic Games представило полный план своего выступления на E3 Само собой будут демонстрировать давно анонсированную ELEX Ролевую игру от создателей Готики Впервые представят The Guild 3 Новую часть некогда любимого публикой экономического симулятора с Sims элементами Покажут Spellforce 3 Продолжение давно популярной ролевки, скрещенной с полноценной RTS Ну а напоследок Battle Chasers Night War Симпатичная ролевая игра в духе классических JRPG Но действительно крупным сюрпризом может стать анонс возрожденной серии Destroy All Humans Права на которую как раз у Nordic А вот Darksiders 3 в списке не оказалось Правда игра уже в разработке Так что надежда остается Выставку вполне может посетить и Borderlands 3 Рэнди Питчфорд объявил о ней еще в прошлом году Мы почти не сомневаемся, что будет Sirius Sam Игра уже очень давно в разработке Впрочем, с Сэмом дело может и не ограничиться The Tales Principle тоже в деле Telltale Games точно будут показывать третий сезон The Walking Dead Он выходит осенью И еще безымянную игру про Бэтмена, обещанную на лето Мы же по-прежнему ждем подробностей об игре по вселенной Marvel Но самые мощные бомбы мы ожидаем от Take-Two и Rockstar Директор Take-Two Штраус Зельник уже обмолвился, что создатели GTA Работают над новыми захватывающими играми Анонс которых прозвучит совсем скоро Что это будет? Сюжетное дополнение для GTA V? Продолжение серии Red Dead, слухи о котором ходят давно Или ремастерованная Red Dead Redemption? Новая часть Max Payne? Возрождение старых серий вроде Manhunt или Midnight Club? Нечто совершенно новое Нас все устроит Ждем мы и новостей с Востока Коэй Текма привезет игру по мотивам «Атаки Титанов» И ролевой экшен Нио После недавнего альфа-тестирования Привлекший к себе немало внимания Еще издатель обещает показать некий новый секретный проект Посетит выставку Persona 5, анонсированную аж 5 лет назад Подробности должны быть и от Square Enix Очень любопытно, как там дела у Kingdom Hearts 3 Говорят, там могут появиться персонажи Marvel и герои из «Звездных войн» А еще нам обещают отличные новости касательно Tomb Raider Надеемся, они не ограничатся объявлением даты выхода Rise of the Tomb Raider на PS4 Без новой части Resident Evil эта Е3 нас, похоже, тоже не оставит По слухам, совсем скоро будет представлена полноценная седьмая часть Источник слухов — аналитик Серкана Тото Он утверждает, что новая игра вернет серию к хоррор-ыстокам А в разработке участвует дизайнер Джордан Амаро Работавший над Metal Gear Solid 5 и отмененный Silent Hill А особые надежды мы возлагаем на From Software Великолепной Dark Souls 3 нам мало И мы с нетерпением ждем подробностей о дополнениях Что-нибудь может прозвучать и касательно Armored Core Как-никак в одном из недавних интервью Глава From Hidetako Mieczaki заявил, что эта серия по-прежнему стержень студии И вот тут, пожалуй, остановимся А то так недолго и в конец размечтаться Выставка ожидается очень насыщенной, а будущий год урожайным Ждать выставки осталось совсем чуть-чуть Оставайтесь с нами, чтобы первыми узнать все подробности Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин